Сегодняшнего дня у колледжек стартовал прием документов. Приемные комиссии начали работу в среднеспециальных научных установках, которые не потребуют в додатковых экзаменах. Какие проходные баллы сформируются в этом году. Эти скоротят бюджетные места, доведались наши корреспонденты. Учера выпускники, а сейчас уже абитуриенты. Сегодня во всех колледжек шматлюдно начала свою работу приемная комиссия. Недахопу уже дают шахнема. У одной из старейших научных установ Гомеля сопроводный ажиотаж. Черги на подачу документов выстроились еще до открытия дверей. Традиционно вступительная кампания у нас проходит очень бурно, особенно первые дни. Цифры контрольные у нас составляют 205 человек бюджетная форма обучения, 110 платная, то есть коммерческая, и 30 человек у нас заочная форма обучения. Конкурс всегда очень хороший, не менее двух человек на место. Зачисления происходят по среднему балу документа об образовании. Наиболее высокий, 8,8 – это проходной бал по специальности операционная деятельность в логистике. Поэтому, судя по первому дню, надеемся, что вступительная кампания сложится удачно. Мы выполним контрольные цифры приема и 1 сентября в полном составе начнем обучать детей. За адукацией у Дорожно-будовничных колледж приезжают из всей республики. Некоторые специализации у этой установки уникальны не только для региона, а и для всей краины. Обслуговывание автодорожных мостов – вельми актуальная для цеперашнего часа специальность, и отримать ее в Беларуси можно только тут. Не меньше ажиотаж сегодня и у других среднеспециальных установок адукации. По суседствии такие шчерги выстроились у медитинским колледже. Абитуриенты из разных городов и из усим разных возрастов имкнутся отримать тут профессию. Эта профессия была моей мечтой с детства, потому что мои родители, ну, большинство людей в моей семье относятся к этой профессии, и я стараюсь тоже не отставать от них и добиться своей мечты в будущем. У меня сейчас высшее экономическое образование, я нахожусь в декретном отпуске и решила, что надо пойти учиться, так как это была мечта моя с детства. И у меня мама медик, свекровь медик, и муж медик, все медики. Я собрался поступать в медицинский колледж, потому что я посчитал, что это мое призвание, и мне сама медицинская деятельность очень нравится, поэтому вот я собираюсь поступать. Подача документов завсёды проходит вельми хвалююче. Только тут абитуриенты могут доведаться об реальной колькости претендентов. Шансы приблизны, как и в минулом году. Колькость бюджетных мест тут не изменилась. Специалисты нужны, и учащихся, которые учатся за счёт средств бюджета, их направляют в места, где необходимы медицинские специалисты. Поэтому бюджетные места должны быть, они не должны сокращаться. Можно увеличивать и платные места, но сокращать бюджетные, я думаю, что нет, иначе мы не закроем ту потребность, которая нужна республике. Для выпускников 9-х классов приём документов протягнется до 3-го жнивня на бюджет и до 14-го жнивня на платную форму навучения. Для 11-х классов до 12-го и 17-го жнивня ответна. Станислав Траинский, Андрей Иванов, Телерадо и компания «Гомель».